МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Историческая встреча лидеров США и Северной Кореи. Рукопожатие крепкое у обоих. Означает ли это, что мир больше не на грани ядерной войны? Происходящее переходит все границы. Премьер Израиля о полицейском допросе. Какие вопросы ему задавали следователи? Дело Собчака. Спустя 18 лет после смерти Анатолия Собчака, его дочь Ксения пытается разобраться в политической судьбе своего отца. На всероссийской премьере побывала Марианна Минскер. Ну а начинаем выпуск с экстренных новостей из Франции. В 10-м округе Парижа неизвестный мужчина захватил заложников. Ранее сообщалось, что в его руках два человека, но сам он утверждает, что захватил троих и что у него есть взрывное устройство. И вот сейчас на ваших экранах прямая трансляция из Парижа, а точнее с улицы Петит-Экюри. Видно, что она перекрыта, оцеплена полицией. К месту происшествия стянуты бригады быстрого реагирования и парижская служба безопасности. Сообщения о пострадавших пока не поступало. Неизвестные требования, которые выдвинул преступник. По данным газеты «Паризьен», мужчина запросил связать его с посольством Ирана во Франции, однако в полиции эту информацию комментировать отказались. Ситуация пока в развитии. Мы будем держать вас в курсе событий. Последнее обновление на нашем сайте rtvi.com и, конечно же, на наших страницах в социальных сетях. А теперь главные международные темы дня связаны с безопасностью миллионов жителей нашей планеты. К событию, которое однозначно войдет в учебники мировой истории. Лидеры двух враждующих уже почти 70 лет государств США и Северной Кореи не только лично встретились, провели переговоры, но и подписали совместную декларацию об установлении мира. Во всяком случае, Дональд Трамп и Ким Чен Ын выразили обоюдное желание двигаться к миру. А ведь еще год назад отношения между странами были настолько накалены, что, по словам представителей Северной Кореи в ООН, мир находился на грани ядерной войны. Гарри Книгницкий о первых итогах встречи в Верхах. Встречи, на которую, без преувеличения, во всем нашем, увы, нестабильном мире возлагались большие надежды. Бывшая звезда американского баскетбола Деннис Родман, он в хороших отношениях и с Трампом, и с Кимом, разрыдался прямо в эфире СНН. Мы вот ему не верили, а он до конца сохранял присутствие духа и добился исторической встречи. Родман в прошлом году Ким Диагону подарил книгу Трампа. Так, она называется «Технология переговоров». Ну, ее можно перевести как «Искусство переговоров». Корейцы очень хорошо ее изучили. Выверен каждый шаг, каждый взгляд, каждый жест. Вот Ким Чен Ын улыбается Дональду Трампу, но, поворачиваясь к камерам, позирует с подчеркнутой непроницаемым выражением лица. Он серьезный лидер ядерной державы, с которой считается Америка. На языке тела, своей пластикой, они выражали сложный сфектор. От дружелюбия и относительной слащавости до абсолютной дипломатической строгости. Было видно, что они пытались предстать уверенными в себе лидерами, контролирующими обстановку. Встреча просто фантастическая. Мы добились большого прогресса. Большего, чем кто-либо ожидал. Просто наивысшего. Сейчас пойдем подпишем документ. Только вместо подписания Трамп пошел показывать Киму своего зверя. Лимузин так и называется – «Кадиллак Бист». Северокорейский лидер, его возят на Мерседесе, с видом истинного ценителя ознакомился с салоном. После чего переговорщики вроде бы направились подписывать коммунике. Но у дверей снова заминка. Трамп о чем-то советуется со своими помощниками. Наконец, все решения приняты, и каждый лидер удаляется в свою дверь, чтобы встретиться за столом и поставить подписи. Сегодня у нас историческая встреча. Мы решили оставить позади наше прошлое и подписать исторический документ. Мир увидит глобальные изменения. Я бы хотел выразить свою признательность президенту Трампу за то, что эта встреча состоялась. В документе четыре основных пункта. Страны обязуются установить отношения, исходя из стремления своих народов к миру и процветанию, то есть пока не дипломатические. Приложить усилия для установления продолжительного мира на Корейском полуострове, то есть мирной декларации между Кореями, формально воюющими почти 70 лет, пока нет. Принимают обязательства по возвращению останков военнопленных и пропавших без вести и выступают за полное освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия. Не Северная Корея, а Корейского полуострова. То есть что это означает? Если пойдет разговор о проверке территории Северной Кореи на наличие ядерного оружия, значит, надо проверять Южную Корею. Плюс к этому, в Южную Корею регулярно заходят американские атомные авианосцы, атомные подводные лодки, пролетает на воздушное пространство американские стратегические бомбардировщики, все они носители ядерного оружия. Поэтому Евгений Ким делает вывод, лидер Северной Кореи в целом получил больше практической пользы от встречи в Сингапуре, чем президент США. Трамп, конечно, перед ноябрьскими выборами губернаторов и конгрессменов позиционирует теперь себя как миротворца, совладавшего с северокорейской угрозой. Но так и Ким Чен Ын в глазах своей внутренней аудитории стал первым лидером, которому удалось склонить США к переговорам. К тому же на пресс-конференции Трамп заявил о прекращении, цитата, «военных игр». Журналисты даже истолковали это как отказ от совместных учений с Южной Кореей. Долгое время, работая с Южной Кореей, мы занимались, как это принято называть, военными играми. И эти военные игры страшно дороги. Мы тратим на них какое-то невероятное количество денег. Южная Корея попросила Трампа уточнить, что он имел в виду, а Пентагон заявил, что не получал новых указаний по поводу совместных учений с Сеулом. В общем, встреча имела мало практических результатов. Даже санкции не обсуждались. Для их отмены КНДР надо отказаться от ядерного оружия. А это когда еще будет и будет ли? Но учитывая почти 70-летнюю вражду между странами, даже декларацию общего характера можно назвать прогрессом. По крайней мере, первый в истории саммит США КНДР состоялся. Гарри Книгницкий, Леонид Бабков, Анастасия Туликова, RTVI. Еще одна, Катя, интересная деталь исторической встречи. Оказывается, во время дружеского общения Дональд Трамп сказал Ким Чен Ыну, мол, в Северной Корее отличные пляжи. Это ж сколько можно там построить лучших отелей мира. Все-таки видишь, профессия застройщиков в крови. Эх, сколько там, в Северной Корее, земли пропадает. Да, не говори, Дима, Трамп, как автор книги «Искусство сделки», всегда ищет и часто находит, где заработать. Впрочем, финансирование туризма в Северной Корее было заранее заявлено в повестке переговоров, так что, в общем-то, ничего удивительного. Несколько часов продолжался сегодня допрос премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньягу. Правда, в отличие от рядовых граждан, у главы израильского кабина есть преимущество. Следователи прибывают к нему, а не наоборот. В остальном же никаких поблажек. Главу правительства Израиля подозревают сразу в нескольких коррупционных делах. О чем спрашивали исследователи премьер-министра еврейского государства? Какие именно задавали вопросы? С подробностями Евгений Саван. Во вторник утром следователи особого дела по экономическим преступлениям прибыли в резиденцию премьер-министра Бениамина Нетаньягу на улице Бальфор в Иерусалиме. Во главе группы находится бригадный генерал полиции Элиас Аяк, который и проводил допрос. В первую очередь полицейские задали примеру несколько вопросов по так называемому делу 3000. Это дело о закупке германских субмарин. Особо подчеркивается, что в этом деле Нетаньягу проходит пока как свидетель, но не как подозреваемый. А далее следователи перешли к делу 4000. Это дело, где Нетаньягу уже проходит в качестве подозреваемого. И касается оно отношений между Бениамином Нетаньягу не только как в качестве премьер-министра, но и в качестве министра связи с крупной компанией Безек, которая владеет новостным сайтом Вала. Предположительно, следователи интересовали ответы Нетаньягу на те показания, которые ранее дал в полиции Нир Хефец, в прошлом глава пресс-службы израильского премьер-министра. Напомню, что Хефец пошел на сделку с правосудием и готов выступить в качестве государственного свидетеля на суде, если будет принято решение выдвинуть против Бениамина Нетаньягу обвинительное заключение. Особо также отмечается, что в конце этой недели Нетаньягу может быть вызван еще на один допрос по делу 2000. Ранее полиция рекомендовала отдать премьер-министра под суд, однако в последние месяцы были проведены дополнительные проверки, дополнительное следствие. И вот сейчас, по всей видимости, у полицейских появились новые вопросы. Напомню, что дело 2000 затрагивает отношения Бениамина Нетаньягу и владельца популярной в Израиле газеты «Идиота Хронот». Сказать, когда закончатся эти дела, пока в Израиле сложно, но предположительно, по разным оценкам, юридический советник правительства примет окончательное решение не раньше 2019 года. Евгения Сова, Ближневосточное бюро, РТВА, Израиль. Ну и мы возвращаемся к событиям во Франции. По данным Массажейтед Пресс, в Париже завершилась спецоперация по освобождению заложников. Несколько часов назад, в 10-м округе Парижа, я напомню, их захватил некий неизвестный мужчина. Сейчас на ваших экранах вновь прямая трансляция с парижской улицы Петит-Экюри. Она до сих пор перекрыта и оцеплена полицией, как сообщает агентство АИП, со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции. Преступник обезврежен, заложники освобождены, никто не пострадал. Но и ранее газета «Паризиен» писала, что мужчина требовал связать его с посольством Ирана во Франции, однако в полиции эту информацию комментировать отказали. Сейчас мужчина арестован, его допрашивают, и, разумеется, все подробности, все обновления на нашем сайте. А пока мы переходим к другим темам. Власти Соединенных Штатов проверяют связи Дмитрия Рогодина с Национальной стрелковой ассоциацией, и, будучи еще вице-премьером России, он, а также глава благотворительного фонда святителя Василия Великого Сергей Рудов, встречались с представителями НРА, причем чаще всего в Москве. Обо всем этом пишет информационная служба МакЛачи, называя Рудова, как Рогозина, людьми из ближнего круга президента Владимира Путина. Еще в январе издание сообщало, что ФБР заинтересовалась связями зампреда Банка России Александра Торшина со стрелковой ассоциацией США. Он является ее пожизненным членом, а сама НРА потратила на президентскую кампанию Трампа 30 миллионов долларов. Это официальная информация. В Вашингтоне не исключают, что Торшин организовал поступление денег из России на счета НРА. При этом в США запрещено использовать во время выборов и предвыборных кампаний зарубежное финансирование. О том, что штаб Трампа мог тайно получать деньги из России через стрелковую ассоциацию, ранее говорили и демократы. Сейчас в США идут несколько расследований о предполагаемом вмешательстве Кремля в американские выборы. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали. А в Москве в эти минуты проходит премьера документального фильма «Дело Собчака». Он посвящен политической карьере первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, одного из авторов Конституции России и бывшего начальника нынешнего российского президента. Идея картины принадлежит дочери Собчака Ксении, телеведущей и экс-кандидату. На пост главы государства она же записала несколько интервью для фильма, в том числе с Владимиром Путиным. На премьере работает наша коллега Мариана Минскер. Она сейчас на связи со студией. Мариана, приветствую. Ты сама успела уже посмотреть фильм и с кем его обсудила? Каковы первые впечатления? Я успела посмотреть только начало фильма и, как мне показалось, этот фильм не столько про Собчака, сколько про Собчак. Ну вот вы знаете, буквально пару минут фильм закончился, люди начали выходить из зала, еще не успела расспросить их о впечатлениях, но, надеюсь, сделать это чуть позже. Ну, а что касается фильма «Дело Собчака», то сама Ксения Собчак сказала, сформулировала цитаты Вацлава Гавила, о чем этот фильм? Нашла цитату, хотела ее прочитать вам сегодня с этой сцены. Это цитата Вацлава Гавила, и она, собственно, как мне кажется, хорошо описывает, о чем наше кино. «Демократия перед теми, кто к ней относится серьезно, ставит почти неразрешимые проблемы, а для тех, кто ее ненавидит, открывает почти неограниченные возможности». Ну, и после этого, кстати, съемочная группа со сцены призвала к обмену заключенными между Россией и Украиной. Ну, что касается зрителей, то в кинотеатре «Октябрь», где сегодня проходит официальная премьера, точнее, уже состоялась, зрителей собралось очень много, свободных мест не было вовсе. Среди известных персон в зале были Петр Равин, Владимир Познер, Леонид Парфенов, Алексей Венедиктов, Александр Шохин, Гусинский, «Квартеты», «Филипп Киркоров», «Сванидзу», «Сков», «Виктор Дробыш» и еще очень-очень много других знакомых лиц. До начала показа я спросила у гостей про их ожидания от фильма, и вот что они мне ответили. «Хочу посмотреть уровень мифологичности. Понятно, что фильм творит мифологию. Понятно, что там будет Собчак на белом носороге. Это понятно. Но мне интересно, поскольку я был участником некоторых событий и свидетелем, скажем так, мне интересно уровень вранья тех, кто давал Ксении интервью». «Мне очень любопытно. Я видел фильм, который сняла Кричевская о Борисе Митцове. Я очень хорошо его помню и на меня произвел впечатление. Я с этим и пришел». А вот Людмила Нарусова сказала, что по ее мнению фильм получился честный. «Мне очень честный фильм. Может быть, кто-то ожидает от него другого, именно потому, что фильм сделан по сценарию Ксении, но он честный. И думаю, ругать его будут, если будут, наверняка, то именно за это». Это история первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказанная его семьей, друзьями и врагами, причастными к травле, что тоже претензия на объективность. Фильм об отношениях Собчака с первым президентом России Борисом Ейцином, о назначении своего бывшего студента Владимира Путина помощником мэра, о поражении на губернаторских выборах в 96-м. Фильм сделан в форме интервью с участниками тех самых событий, в том числе интервью с Владимиром Путиным. Оно было записано в сентябре прошлого года. Тогда же, я напомню, Ксения Собчак объявила о том, что будет участвовать в президентских выборах. Но кроме Путина, о событиях тех лет рассказывают и глава Росгвардии Виктор Золотов, впервые, кстати, на телеэкране, Дмитрий Медведев, Александр Коржаков, Анатолий Чубась, Татьяна Валентин-Юмашева, Алексей Кудрин, Людмила Нарусова. То есть актерский состав, конечно, блестящий. Но больше всего в фильме все же Ксения Анатольевна. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Ну и что касается разговора с мамой, то Ксения рассказывала, что это их первый откровенный разговор о тех событиях и длился он ни много ни мало, почти 4 часа. Ну вот, что говорят о масштабе личности Анатолия Собчака сегодняшние зрители. Это очень трагичная фигура. Люди такие были в ходе каждой революции, которые и в английской великой, и в французской великой, которые порождали вихрь и падали под ударами этого вихря. Это, к сожалению, банальная обычная история. Вот Собчак в русской революции один из них. Он действительно сумел быть и выдающимся политиком, и эффективным хозяйственником, эффективным менеджером. Ну, это значит талант. Он вообще талант. Он был человеком, если можно так сказать, революции, но не эволюции. Ну, я добавлю, что впервые фильм «Дело Собчака» показали во время Питерского международного экономического форума, потом была международная премьера на международном Каннском фестивале, и еще эту ленту выбрали фильмом закрытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи. И у фильма будет две версии, российская и международная. По словам авторов, в западную добавлен будет контекст, потому что, в отличие от российского, зрители иностранные просто не могут понять все вещи. Ну, как я уже сказала, фильм недавно закончился, так что я, коллеги, пойду расспрошу зрителей об их впечатлении об этом фильме. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Марьяна. Ждем твоих тоже впечатлений от беседы со зрителями. Но я добавлю, что среди зрителей известных людей там, например, наши коллеги Алексей Пивоваров и Тихон Дедко. Ну, напомню еще раз, Марьяна Минскер побывала на премьере документального фильма «Дело Собчака». Катя, вот ты ведь тоже заметила, что сейчас один за другим стали появляться документальные фильмы о России 90-х. Вера Кричевская сняла фильм о Борисе Немцове, Андрей Лошак о Борисе Березовском. Теперь вот фильм об Анатолии Собчаке, в котором невероятным образом считывается, как говорят те, кто видел эту работу, эйфория свободы, ощущение той другой жизни. Возможно, это попытка разобраться в причинах нынешнего положения страны? Ты говоришь эйфория свободы, Дима, а на официальном уровне те времена называют теперь исключительно лихими 90-ми в том смысле, что помнить нам предлагается только бандитов в малиновых пиджаках. Бандиты, впрочем, конечно, тоже были, но и многое другое было хорошее и важное, пожалуй, что кажется, теперь почти невозможно вернуть. Ну, на этом пока все. Дорогие телезрители, еще больше новостей доступно на сайте rtvii.com и на страницах нашего телеканала в социальных сетях. В двух студиях в прямом эфире для вас работали Дмитрий Нориков в Москве и Екатерина Катрикадзе в Нью-Йорке. Мы благодарим вас за внимание, спасибо вам и оставайтесь с нами на rtvii. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова